Всем привет, бандиты, с вами Осич, и вот вышло наше новое новогоднее событие, которое все мы давно ждали. Я думаю, еще какие-нибудь события-то будут, возможно. И вот оно, Зимние Джокеры. Оно у нас будет, это событие, по крайней мере, я думаю, по 1 января точно, потому что отмечено, что первого получатся какие-то гарантированные большие награды. Также сейчас мы открыли набор капитанов и выбили вот такую вот карточку. Посмотрите, вот сейчас маленькая тут нарезочка. А мы перейдем в самое новое событие, Зимние Джокеры. И в этом видео вы узнаете, как бесплатно получить максимального игрока. Мы сейчас все за вас просчитаем, рассчитаем, и я вам все циферки расскажу. Первое, что мы делаем, это мы получаем бесплатно игрока 8792 рейтингом. То есть, в теории, сейчас нам может выпасть вообще крутой игрок, и нам от этого события... Так, 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 англичанин это, ЦЗшник, Эвертон, ну, все ясно. Выпадает самый малорейтинговый игрок. Так, что тут у нас еще? Еще какие-то жетоны мы, которые будем получать, видимо, каждый день по 5 штук бесплатно. Также мы за эту ленту... А, тут мы проходим каждый день, я так понимаю, бесплатные матчи, за которые получаем разные плюшки. И сейчас мы это все рассчитаем, чтобы понять, кого мы можем получить. И через сколько дней. Вот так вот. Сейчас вот все просчитаем. Пусть мастера у нас есть также. А вот пусть мастера, это как раз-таки показано, показано, сколько игроков мы сколько получим. Так, тут, чтобы у нас продвигаться, нам, в принципе, нужно... Нам нужно нажать старт. Тут как раз жетоны и нужны, чтобы сделать ход. И мы пока не знаем, какого максимального игрока можем получить. Но мы можем получить 85-95 игроков карточки. А это у нас Кейн, Родри. Тренировки делать и получать игроков 88. То есть, в нашем составе будет еще дополнительно 5 игроков с рефтингом 88 на разных позициях. Вот сейчас мы знаем, сколько нужно нам потратить своих средств, денег, чтобы получить максимальные награды с этого турнира. Буквально минутку подсчитаем. Что ж, продолжим. И вот мы с вами прошли первую главную ветку. Это достаточно недолго было пару матчей. То есть, я понял, что в день мы можем получить всего 20 вот этих кубиков, к сожалению. И так, это событие будет 35 дней. И то есть, мы можем получить в целом 700 этих кубиков. 700 кубиков, то есть, мы можем получить. И давайте получим бесплатного игрока. Это, я понимаю, каждый день мы можем использовать попытку Франца ЛЗшник, Ниса. И кто же... Ну ладно, я ожидал более лучшего. Сколько он стоит? Так, быстрее его продавать пока. Мы получим 700 кубиков. Также, допустим, заходим в магазин и смотрим Зимний Джокера. Тут мы можем каждый день, я так понимаю, бесплатно получать игрока от 70-88 рейтинга. Да, самый худший нам, конечно же, выпал. То есть, потенциально это каждый день у нас будет минимум... Минимум у нас будет еще 35 игроков таких. Также мы можем из предыдущих событий... Нифига. Это мы можем сейчас обменять все старое из предыдущих событий на максимальное количество еще кубиков. То есть, потенциально, если вы в предыдущем накопили на 100 или целую гору всего, то можете сейчас приобрести очень кучу зимних жетонов. Вот. 18,5 тысяч монет стоит... Но мы получим 61 игрока, понимаете? 61 игрока за 18 тысяч кристаллов. Это, кстати, прикольное предложение. Полтора миллиона монет, конечно, не так много и заманчиво. Но это супер. Также у нас каждый день будут квесты. С квестов мы можем получить, в принципе, какие-то глупые награды. Но это просто ежедневно. Смотрим еще. Еще мы можем получить, выполняя 10 ежедневных квестов за неделю выполнить. Надо забить 50 голов, проведите тренировку 5 раз, и мы получим шансы выбить игрока 85-92. Так, еще у нас есть события. Забить 100 голов, чтобы получить Хавьера Маскерана. И базовый набор зимних джокеров, чтобы его получить. Тут, в принципе, тоже ничего такого, но, в принципе, что туда можно получить. Еще какая-то новогодняя награда. Тоже получить полторы тысячи... А, две с половиной тысячи самоцветов. Давайте сделаем наш первый ход. Первый наш ход в этой игре. И нам выпадает... Нам выпадает пакетик 85-95. Бесплатно. Откроем его. Награда номер 6. И кто же нам падает? Нам падает. С вами... США. ЦЗшник. Демси. Демси, конечно, не ЦЗшник вроде, нет? Ради, думаю, 85. Так, выпало говно какое-то. Говно из жопы. И еще ход. Давайте попробуем. Пофиг. Делаем еще ход. И дудака. Бесплатно. Вообще супер. Давайте откроем вообще по максимуму. Сейчас я сделаю кое-какую хитрую вещь. То есть за все событие и ежедневной игрой мы получим всего 700 кубиков. А тут у нас с вами уже 1030. И давайте попробуем просто по максимуму это все пройти. И вот мы сейчас с вами выбираем игрока, какого мы хотим себе в состав. Вообще, самое правильное брать дудаков. Причем их там 2 падает, я так понимаю. 2 дудака. Это вообще супер, потому что можно покачать игроков. И давайте получим игрока рейтинг на 90. Я бы хотел вообще себе центрального защитника. Причем у него пейс достаточно хороший. Многие говорят, надо брать, соответственно, 5 миллионов монет и маскирана. Тут 100% берем его. Мы с вами получим лучше 92 маскирана, 2 штуки, 10 миллионов монет, чем игроков 92. К сожалению, вот такой вот путь. И нам потребовалось для этого потратить 560 жетонов, чтобы получить 2 маскирана. Даже 3 маскирана мы получили. И 2 дудака. А еще также с этого события мы получили 17 миллионов монет. Вот так вот. Неплохо. 22,5 миллиона монет. Понимаете, насколько это просто большое число? Просто 22. 22. Ну, не с половиной, конечно. Вот. Получили бы всех игроков. Вы сами поняли, что нам нужно 550 этих кристалликов. Еженедельная тренировка, чтобы получить этого игрока. В принципе... А, ну и все, я понял. Я понял чудное мгновение. Тут тоже, в принципе, просто играем матчи. Причем мы играем просто подряд, можем играть. И лутать разные награды. Вот и все. В принципе, от нас ничего не требуется, кроме того, как играть. И мы получаем разных игроков, кристаллов и самоцветы. В принципе, это прикольно. Это очень прикольно. И галерея, в принципе, тут ничего такого. Посмотрим, какие награды мы залутали за открытие этих квестов всяких. А обменщики наши любимые. Обменщики. Так, а где обменщики? А ну вот, они как раз новогодний игрок. И давайте... Так, 80... 91 максимально кого можем получить? Серьезно? Ну, конечно же, мы хотим его получить. Всех новогодних игроков мы запихиваем сюда. Потому что, ну, они бессмысленные, я так думаю. Потому что, ну... Да, это... Сейчас они стоят миллиарды. Так, вот тут я не хотел бы попрощаться. Но, к сожалению, мы вынуждены попрощаться с Рональдинью. Делаем обмен на 91-го игрока. Надеюсь... Надеюсь, тот и 91-й нам выпадет. Серьезно? Хуже некуда. Просто хуже некуда. Просто обосраться игроков. Потому что мы, как минимум, 10 это продаем. Просто 10 игроков продаем. Я понял, что ценники у них уже не такие. А, вот. Мы еще продаем игрок Де Йонга за 41 миллион монет. Это просто жесть, которая нам только что выпала. Мы получили 3 маскирана. Мы получили просто 2, 4, 6, 8. 8 игроков 89-го рейтинга. Кучу еще разных других игроков. Сколько мы получили дудоков? Мы получили просто 6 дудоков. Вот такое вот у нас событие. 22 миллиона монет. В принципе, событие мне понравилось. Потому что мы очень быстро залутали кучу крутых игроков с одной из первой же попытки. Это все офигенно и круто. Так что подписывайтесь на канал. Всем спасибо. С вами был Осидж. До новых встреч. Событие прикольное. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. И кто-то крутой выпал. Пишите, кстати, в комментариях, кто вам выпал.